Приветствую! Мы встречаемся в районе Дорогомилова, это тоже запад Москвы. Здесь между Кудузовским проспектом, Большой Дорогомиловской улицей и улицей Раевского находится такой треугольный небольшой треугольник. И это фактически на этом мысу, таком небольшом треугольничке, находится, вместе с причиной вот этих вот улиц и проспекта, находится площадь Дорогомиловская застала. И под площадью находится первый транзитный тоннель Москвы для скважного движения по Кудузовскому проспекту, который был построен в 1359 году. До 1118 года, в общем-то, это название было присвоено этой площади по Дорогомиловской заставе, которая здесь находилась в 17-18 веках. Эта застава была частью Большого Камер-Калежского вала, который опоясывал всю Москву и служил в 18-м, первой половине 19-го века, административной границы города Москвы. То есть здесь фактически Москва заканчивала. И дальше уже там было село Дорогомилово, ну и так далее, уже, соответственно, западные области, местности под Москвой. Ну а, соответственно, в пределах Камер-Калежского вала, за Дорогомиловской, там была Москва. Ну, то есть по другую сторону, по одну под Москвой, по другую Москва. Ну, почему Дорогомилово? Потому что было подмосковное село Дорогомилово. И здесь как раз был начал Дороги из Москвы, еще старой такой Дороги, исторической, да, из Москвы, в город Можайск и Смоленск, кстати. Ну, собственно, она и сейчас, эта Дорога есть. Только сейчас она, конечно, совсем по-другому выглядит. Ах, это была, естественно, Грунтовая Дорога, потом, ну, стало же, мощение такое. Ну, а сейчас это, конечно, огромная Дорога, старый Дорога, сначала Кутулский проспект, который потом переходит в Можайское шоссе, ну, и дали уже Дорогу М1, по-моему, Минск, да, Минское шоссе. Дорога Беларусь, М1. Ну, этого Дорога существовала еще в древнем. Ну, и, примерно, в середине 19 века заставу упразднили, да, заставу, потому что здесь был пароход, потому что дальше были там стены, камеры Калевского, и, естественно, через них пройти было нельзя. А пройти можно было в город, ну, и выйти, да, только через заставу. Ну, как бы сейчас говорят, пункты пропуска, да, КПП, там, или пограничные, там, пункты пропуска, вот так вот. Вот, ну, и просто пропуска, досматривали товары, там, ну, людей тоже было, как говорится, никто такой враг не прошел, да. Все, а через полвека, соответственно, эти заставы, ну, и пену тоже снесли, этого, камеры Калевского вал, валы срыли, ну, и, в общем, осталось только название. Название, которое, в общем, напоминает нам Абылу. Ну, то есть это название уже теперь, конечно, историческое. В 1663 году прожила рекорструкция площади, и ее застроили монументальными жилыми домами, вот, по Кутузовскому проспекту, по Драгомиловской, большой Драгомиловской улице. Ну, и это, в общем, как бы стали западными воротами города Москвы. Ну, западными воротами города Москвы считаются также монументальные дома, которые находятся вокруг площади Гагарин, на Ленском проспекту. Ну, вот, это там. А здесь, соответственно, со стороны Кутузовского проспекта, здесь и западные ворота, это вот именно вот эти дома, которые монументальные, которые находятся, ну, по разным сторонам, вот, площади Драгомиловская, состав. Ну, и на самой площади находится небольшой скверик с пешеходными дорожками, и скамейками, газонами, цветниками, и на нем находится обелиск «Москва-город-герой». 40-метровый гранитный обелиск, такой золотой звездой на конце, и там даны, так, соответственно, указ Верховного Совета СССР о присвоении городу Москве звания города-герой. Вот, там текст приводится, и так далее, ну, и награждение, по-моему, ордена Ленина, что-то. Ну, и, кроме того, по сторонам этого обелиска находятся четыре солдата. Ну, понятно, что действующие о том, что именно, так сказать, благодаря подвигу советских солдат, чтобы была достигнута победа в Великой Отечественной войне, ну, и, собственно, Москва стала городом-герой. Вот. Ну, доехать всегда лучше всего. Вот. Метро «Киевская», совсем недалеко, можно пройти по Большой Драгомиловской улице, ну, можно и проехать тут. Вообще, транспорта полно в Куруском проспекте, в разные станции метро, ну, самые ближайшие к метро «Киевскому». Вот. Приятных прогулок, и до новых встреч на улице Москвы. Спасибо. Спасибо.